Первый гоночный день Бахи-Дубай. Маршрут пролегал по пустыне Аль-Кудра. Его протяженность составила 202 километра, а короткие леозоны до езды, до старта и от финиша, были по 10 километров. К сожалению, на старт не смог выйти экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова, так как их машина из-за таможенных формальностей не смогла вовремя быть доставлена из Саудовской Аравии в Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому открывающим экипажем стали не россияне, а местный шейх Халид Аль-Касеми на пижон. Правда, открывашкой ему и его новому штурману немцу Дирку фон Цицевицу пришлось ехать недолго. Уже на восьмом километре из-за проблем с топливным фильтром машина стала перегреваться и застряла на дюне. Экипаж потратил более 10 минут, чтобы откопаться. В лидеры вышел саудовский пилот Язид Аль-Раджи и его раллийный штурман британец Майкл Ор. Они выиграли спецучасток опередив Аль-Касеми на целых 20 минут 35 секунд, а Ясера Сейдана и Алексея Кузьмича на 21 минуту 31 секунду. Ясер очень медленно пересекал дюны из-за проблем с турбом, но в итоге Сейдан занял второе место, так как шейх получил минутный штраф за превышение скорости и разрыв между соперниками составил 4 секунды. Не смог завершить спецучасток Халид Аль-Джафла. У него с вала генератора сошел с шкиф ремня, и машина осталась без электричества. Не избежал проблем саудовский гонщик Салека Аль-Саиф. По непонятной причине у него оказалось много разрушений в задней оси. Оторвался тормозной суппорт, развалился тормозной диск. Причем ни ударов, ни камней не было. Известная дакаровская королева-матогонщица Лая Санс, которая впервые пересела с двух колес на четыре, а Карлос Сайнс дал ей своего штурмана Лукаса Круса, собрала достаточно много проблем в первый день. Пытаясь нащупать лимит, она даже перевернулась, но встала на колеса и продолжила гонку. Правда, потом ей пришлось остановиться, чтобы Лукас Крус поменял привод. Когда не гоняешь, приходится работать. О, определили, так сказать, по работе как. Привет! Закончился первый спецучасток. Наш экипаж доехал, были проблемы у них, они стояли какое-то время, но доехали. Ничего не сломали, никого не задели, нигде не перевернулись, так что уже хорошо. А теперь начинать жизнь механика. Когда не гоняешь сам, приходится чистить схемы, приходится ботинки чистить, пилотам водичку носить. Чувствуешь, что такое быть подневольным человеком на гонке. Ну, а в остальном, как бы, что? Кто-то доехал, кто-то нет. Сегодня ездили на спецучастки, посмотрели, как гоняли. Ну, как бы, ничего нормально. Было весело. Где-то поняли, какой точек? Слушай, мы несколько точек объехали, на самом деле, потому что, ну, в принципе, гонка такая параллельно-перпендикулярная, то есть достаточно просто доехать, на самом деле. С этим проблем нет. Где-то 4-5 точек мы схватили и присущим на рефьюл съездили. Видели, ну, вот, саутрейсинг там весь проехал. Национальные машины видели. Кват, который там медленно ехал. Я уж не знаю, что там с ним случилось. Ну, да, ехал, ехал. Мотоциклисты были. Ну, он видит за нами кого-то заталкивают. Кого-то он ремонтирует. Этот вот, у него что-то, ну, не знаю, что с ним, но он ехал километров 40, не больше, все время. То есть у него, видимо, может, она в безопасный режим ушла. Не знаю. Вот. Потом. Ну, вот эти саш... Аркетби сошел сегодня. Яхи Аркелей сошел. Я не знаю, может быть, завтра поедешь, можно сказать. О, смотри. Штурман отнимает у механика хлеб. Сволки какие! Готов, но не перфектно. Мы имеем один панчер после начала, может, 30 км. Участливый. И, также, мой вода, один из-за, один из-за, один из-за, и не вода. И, в конце концов, 140 км, нет ни вода. И, конечно, но, наконец, мы делаем это хорошо. И Майкл делает великое, как всегда. Участливый. Малые дны, но они слабые. Особенно. И у нас есть проблемы с турбом, и это не было легко, чтобы уходить с дуанами. У нас было много проблем, но мы наконец-то закончили. Это были хорошие вещи. На одной стороне я счастлив, на другой стороне я немного счастлив, потому что у нас были какие-то проблемы, но это был хороший день для участия. Я думаю, что ритм не был плохим. И, да, мы были какие-то проблемы, как электрик, и потом мы получили небольшую роль, но мы поставили машину очень быстро обратно, и потом мы потеряли, я не знаю, название, и мы потеряли много времени. Но я счастлив, и я учусь о автомобиле, о том, какие-то лимиты, и о том, как пройти с дуанами. Так что я был хорошим временем, и Лукас тоже сделал хороший job, так что я счастлив. Привет! Как шесть? Отлично! Первый день прошел отлично. Ох, это, а? Нет. Но завтра меня не будет. Не было сегодня. Значит, на старте сначала чуть-чуть, потом поехали мы на Radio Coin 4, но застряли в песках, оттуда нас вытащили, и мы в результате пошли на финише, и были весь день на финише. А вы видели, интересно, где-то встречалось? Да, ребята-мотоциклисты пришли. Первый, девятый номер был в очень тяжелом состоянии, сразу доктор его на финише осмотрел, вот, и, а потом еще приехал еще один мотоциклист с разбитым коленом, в общем, так мотоциклистам сегодня было тяжело, вот, ну и так в целом. Мы ждали Жильцова, а оказалось, что его не будет. Да, передаем привет Вадику Притуляку, он каким-то образом оказался на визитной карточке дубайской Бахи, вот, вот он гордо здесь красуется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова